Субтитры делал DimaTorzok 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 Олег Соленко Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Соседи по турнирной таблице Демляки Ну там против Юрана сыграли жестко и неправильно Мяч что у киевлян Поэтому вполне резонно Владимир Чихоев не дает свисток Нужна медицинская помощь Юрану Вот еще раз Это уже против Кузнецова Корнеев играл неверно И сейчас вновь продолжат атаку киевляне Вдоль ворот Хладнокровно играют защитники ЦСКА Еще один удар Поворотом Великолепный удар Ну я не знаю Это многострадальный Беркач Он гол забил Но это издалека Конечно же Не будем обвинять Михаила Еремина Посмотрите Какая ситуация Отбивают эту атаку Футболисты ЦСКА Вот Мяч далеко оказывается Понимаете Около 27 метров до ворот И так сильно Точно так В девятку Ну Просто здорово Конечно здорово Тут ничего не попишешь Как говорится 3-1 Деркач Да 53-я минута За минуту два мяча Вот это уже Заявка На то Чтобы поставить точку Практически Точку в чемпионате В 53-м чемпионате Страны Литовченко Корнеев Ну главное Не переборщить в радость Это я имею ввиду Болельщиков Сиевского Динамо Здесь такое творится На трибунах Но мы с вами Следим за игрой Поэтому Электронный глаз Телекамер Вот Сейчас Есть пауза Есть возможность Посмотреть Видите Дым Рвутся Дымовые шашки Петарды Восхищенный вопль Стоит Причем По децибелам Такого Что Не каждое ухо Выдержит Ну во всех уголках Огромный чашек Иску Республиканское Воликование И только Этому Очень заметен Этот шлейф Вы сами видите Экзотична Картинка Но не совсем приятно Игрокам Это один из героев матча Деркач сыграл так Борис Деркач Трижды Поразил цель Трижды Я говорю трижды Потому что Там когда он головой Забил в начале Второго тайма Он уже Выскакивал Вперед Когда Был сброшен Мяч из-за боковой Будет подан угловой У ворот Явля В обеих командах Причем Четыре В ДСК И Три кандидата Причем Из них Олег Кузнецов На поле Представители Киевского Динамо Из них Вот замена Вратаря Да Вместо Михаила Еремина Александр Гутеев Редко Не безогреха В защите Нет Мы были на стажировке В этом клубе Мы знаем На что способны Динамо Это вот остало Ну что же Оказались Правы Будущие Тренеры Вот Пенальти Я уже Я уже не сомневаюсь В том что Киевские Динамовцы В тринадцатый раз Чемпионы страны У них сегодня Достойный соперник И откровенно Вам скажу Волновались Футболисты Полностью И тренеры Их волновались Очень волновались Перед этой встречей Так же Как и футболисты ЦСКА Впрочем Но Вот убедительная Конечно Победа Сейчас Футболисты ЦСКА Ну Они раскрылись Конечно же Откровенно Начали Атаковать И Неизбежные Ошибки В защите Да и Психологически Выдержать Такую дистанцию Пусть чемпионат У нас И с Тромсом Пусть у нас Он не такой Длинный путь Покин И Швейба Желтая карточка Капитану ЦСКА Валерий Лобановский Который Сейчас уже Вовсю Ведет пока Селекционную работу И Скоро начнет Собирать команду Сборную команду Объединенных Арабских Эмиратов Но и оттуда Следит Очень часто Звонит Узнает Как дела Клуба И вы понимаете Что не оставит Своими заботами Команду Ничего Здесь уже Конечно же Спокойно Отыграл Александр Гутеев Активен был Рад Что означает Смена формы Вот Национальный Цветатель Вот еще раз Подан угловой Это уже Мяч Виктора Чанова В наших ранах Вратарь Киевского Динамо Заслуженный Мастер спорта Виктор Чанов Тоже Татарчуку Тот хорошо Пробросил В штрафную площадку Гол Нет Трибуны Аплодисментами И гулом одобрением Встречать действия Вратаря И защитников Рад Ну что ж Олег Сталенко Ринулся вперед Но уже положение В нигре Вот и все Аненков Еремчук Стремительно Очень Красиво Обошел Тех своих Оппонентов Нужно отдавать Нет Решил Бить поворотом Лякотно Мокро Холодно Работает Великолепно Подогрев Поля Нет И дает Возможность Проводить матчи С марта По Середину Декабря То есть Практически Поле Республиканского Стадиона Уже Защищено От Любых Погодных Неурядиц Я бы сказал Вот Вот есть проект Уже В ноябре Я думаю Будут приниматься Какие-то решения По нему Так называемые Суперлиги Шесть украинских Команд уже Будет Играть Это Приятно Для любителей Футбола Нашей республики Запорожский Металлург Это уже Мы не сомневаемся Выходит В высшую лигу Естественно Владикавказский Спартак Кстати Чехой Суни судит Из Владикавказа Эту встречу Подопечный Валерий Газаев Тоже Будет играть В высшей лиге Еще одна Команда Из Российской Федерации Ротор Сегодня Сильно провел Матч Против Шахтера Выиграл 3-2 Ну вот Атака И вновь Игорь Корнеев Который Явно Шел на Ударную Позицию И У нас В Киеве И на Украине Очень симпатизируют Этому клубу Сегодня Менчане Проиграли Литовченко И Чанов Естественно Не стоит рисковать Сейчас пойдет Последняя минута Встречи Последняя минута Матча Здесь на Киевском Республиканском Стадионе Красавец Стадион Сегодня Почти заполнен Очень много Зрителей Более 60 тысяч Как подсказывает Мне И Все те кто пришли Сегодня сюда Будут приветствовать Новых чемпионов Вновь вернее Будут приветствовать Динамовцев Как чемпионов Страны В 13-й раз Они побеждают Но конечно же Вот Чанов Последний прыжок В этом матче Последняя игра Это уже на публику Полная луна Почти полон стадион Все уже опускаются вниз Ближе к полю Но первыми поздравят Конечно же соперники Первыми Чемпионом поздравят Футболисты ЦСКА Сергей Дмитриев Будет бить штрафной Ну естественно Стенка даже Не подумала Отодвигаться На положенные 9 метров Поэтому Но мяч у футболиста ЦСКА Чихоев не останавливает Матч В штангу попал Сейчас Вот был удар Ну не повезло Не повезло Грохот взрывов Стадион неистовствует Да Зажигается фахема На трибунах Это уж Может быть Не слишком Еремчук Атаковал Последние Мгновения И мяч на центр Указывает Владимир Чихоев Поздравим Чемпионов За счетом 4-0 Динамовцы победили Футболистов ЦСКА 4-1 Вернее Извините 4-1 Корнеев Забил гол 4-1 И поздравляем Динамовцев Киева За воеванием Чемпионских наград А мы с вами Товарищи телезрители Будем прощаться Всего вам хорошего Это Передача была организована Главной редакцией Спортивных программ Телевидение и радио Комментатор Валентин Щербачев Режиссер Игорь Рабочев Редактор Александр Сайкин С вами прощается Всего вам хорошего